В Сибирском федеральном университете выбрали 10 девушек, которые стали лауреатом стипендии «Форсаж». Из-за пандемии не было торжественной церемонии вручения, но свои награды девушки получили. Как отбирают кандидаток на стипендию и кто стал ее обладателем в этом году, расскажем в следующем материале. Стать редактором для меня это была такая цель и возможность показать себя. Ангелина родилась в селе Сильваниха на юге края. После окончания местной школы приехала в Красноярск, подала документы в СФУ и успешно поступила на факультет журналистики. Сейчас Ангелина учится на втором курсе и экзамены сдает на четверки и пятерки. Кроме этого, девушка регулярно завоевывает медали в баскетболе, участвует почти во всех вузовских мероприятиях и пишет статьи для Центра студенческой культуры. Все эти заслуги не остались незамеченными. Ангелина стала лауреатом стипендии «Форсаж». Но такие огромные амбиции и желания участвовать во всем были у нее еще до поступления в федеральный университет. В школе мы выпускали газету, где я была главным редактором. Это была моя инициатива. Я хотела, чтобы в нашем маленьком селе было что-то такое подвижное, интересное. Плюс я ходила на актерское мастерство, участвовала в спортивных соревнованиях, ну и окончила музыкальную школу, играла в музыкальной группе. Теперь Ангелина будет год получать стипендию. Деньги она планирует потратить на поездки в столицы страны – Петербург и Москву. Стипендию «Форсаж» студенты СВУ получают с 2010 года. Юлия Колесникова из села Ярцево тоже стала лауреатом в этом году. По ее словам, получить стипендию – это хорошая мотивация для того, чтобы и дальше быть студентом-активистом. На первом курсе участвовала в практически всех этапах Кубка первокурсников. Это и прошу слова, маленький, большой, все интеллектуальные, английские этапы практически везде была. Это уже пошло у меня в достижение. Участвовала в фонетическом конкурсе, в английском диктанте. Стипендию могут получать студентки только трех институтов СВУ – математики, юридического и филологического. И это не случайно. Все дело в том, что учредитель стипендии всегда мечтала быть филологом, но стала математиком. Юристом же является ее муж. Воспоминания о моем студенческом времени стали ключевыми при принятии решения об учреждении такой стипендии. Я хорошо понимаю, что девушки, приехавшие из небольших городов и отдающие столько сил учебе, как никто другой, нуждаются в поддержке. Стипендия «Форсаж» выплачивается раз в месяц в течение года. Ее размер – 5000 рублей. В этом году ее обладателями стали 10 студентов СВУ. Антон Тишаков, Эдуард Баглай, 7 канал.